Сегодня я научу вас очень полезному и в то же время простому навыку, который кардинально изменит вашу жизнь. Вот что вам нужно усвоить. Если вы хотите успешно провести свой день, сделайте успешным первый час. Или можно сказать так, если вы не хотите просрать свой день, не просрите первый час. В науке есть такой термин как «моментум». Он гласит, что у вас есть три главных цифровых врага. Первый — это цифровая перегрузка. Слишком много требований и слишком мало времени на их выполнение. То есть информации слишком много, а времени на ее изучение слишком мало. Второй — это цифровая деменция. Вы делегируете работу вашего мозга различным гаджетам и другим устройствам. Происходит следующее. Вы буквально тупеете. Да, наши смартфоны делают нас тупее. Я разговаривал об этом с одним нейрохирургом, и он мне сказал, что когда мы пользуемся GPS-навигатором, и он говорит нам, когда и куда повернуть, наш мозг раз за разом теряет естественные навыки ориентации. Мозг не тренируется, и навыки теряются. Третий враг — это цифровое разрушение. Это когда нас отвлекают тонны рекламы, уведомлений и новостей в ленте, так как в наше время все крупные компании борются за наше внимание. Сейчас многие говорят про концентрацию, как ее улучшить и где ее взять. Так вот, я расскажу вам об одном из лучших лайфхаков для вашего мозга. И сначала вы, скорее всего, возненавидите меня за него. Но как мозговой тренер я обязан вам о нем рассказать. Все вы знаете, что существуют бизнес-тренеры, персональные тренеры, спикеры, а я буду вашим мозговым тренером. Итак, худшая привычка, которая у вас может быть, — это брать телефон в первый час после того, как вы проснулись. Это наихудший из привычек, от которой нужно избавиться, если вы хотите получить высокую работоспособность. Давайте я расскажу вам, почему эта привычка такая вредная. У большинства успешных людей есть список дел, да? Список, куда вы записываете все, что нужно сделать. Однако только у 10% есть список, чего делать нельзя, и он может оказаться даже важнее. В нем даже может быть больше пунктов, чем в списке дел. Те, у кого есть такой план, понимают, чем точно не будут заниматься, потому что они не хотят терять зря свою энергию и время. И знаете, что точно входит в этот список? Многозадачность. Все исследователи в один голос твердят, что делать несколько дел одновременно невозможно. Многозадачность не работает. Конечно, вы можете идти жевать жвачку и одновременно болтать с кем-нибудь, но я говорю об умственной работе. В действительности вы, конечно же, не делаете несколько дел одновременно, а просто быстро переключаетесь между ними. Вы переходите от одного дела к другому, происходит вброс дофамина, и вам кажется, что вы очень продуктивны, но по факту все наоборот. А происходит следующее. На самом деле, когда вы переключаетесь с одного дела на другое, мозгу требуется от 5 до 20 минут, чтобы перенаправить все свое внимание и войти в нужный поток. Ученые даже решили провести исследование на врачах и выяснили, что многозадачность существенно увеличивает вероятность ошибок. Чем больше у вас задач, тем больше ошибок вы можете совершить. Мультизадачность определенно стоит записать в список, чего делать нельзя. Но есть еще одно, что нужно записать в этот список. И когда вы добавите это в список, поверьте, у вас произойдут огромные изменения в жизни. Не пользуйтесь телефоном в первый час вашего дня. Это очень сильно отвлекает ваш мозг, тем самым разрушая его. Представляете, вы открываете Инстаграм по 150 раз на день. Может, вы открываете и меньше, но есть кто-то, кто открывает наверняка больше, и это на самом деле пугает. Каждый лайк, репост, комментарий вызывает вброс дофамина, что в итоге вызывает зависимость. А это, в свою очередь, влияет на вашу мотивацию и память. Ваша мотивация начинает ассоциироваться с бесполезными вещами. И когда вы утром в первую очередь берете телефон и смотрите лайки, новости, почту, видео с приколами и все в этом духе, ваше внимание разбрасывается во все стороны. У вас уже вошло в привычку постоянно отвлекаться и переключаться. А потом вы спрашиваете, почему мне так тяжело сосредоточиться. Согласно исследованиям, наше внимание хуже, чем у рыбы-карась. Рыба удерживает свое внимание на объекте до 9 секунд, а люди 8. И потом переключаются на что-то другое. Вообще, не так важно, правда это или нет. Главная идея в том, чтобы не брать в руки телефон. Он приучает вас отвлекаться. Я скажу больше, вы не только отвлекаетесь, но и становитесь реактивным. Что это означает? К примеру, если вы хотите создать бизнес и начинаете хвататься за все сразу, вы не можете сосредоточиться полностью на всех вещах целиком. На протяжении дня мозг человека работает на разных волновых частотах. Я не буду во все это углубляться, скажу лишь, что сейчас у вас бета-волны. Вы в сознании. А во время сна у вас дельта-волны. В промежутке существуют две критические стадии. Одна называется тета, а другая альфа. Тета отвечает за творчество. Когда Эйнштейн проводил свои мысленные эксперименты, его мозг работал на тета-волнах на границе с дельтой. Он сидел в своем кресле, держал в руках камень, представлял себя лучом света и думал. Да, у него было сильно развито левое полушарие, он придумывал разные математические формулы, но свои мысленные эксперименты он проводил за счет креативности правого полушария. Зачем он держал в руке камень? Потому что если он уснет, то он его уронит, и это его разбудит. Ему не нужны были дельта-волны, ему нужны были тета-волны. Так вот, тета-волны отвечают за креативность. Знаете, где еще мозг переключается на тета-волны? Когда вы моетесь в душе. Вы замечали, как в душе к вам приходит вдохновение и всякие идеи? И как назло, в этот момент вы не можете их записать. Все эти идеи и мысли делают вас особенными. Этим пользовался и Эйнштейн, он любил через душ переключаться на тета-волны. А альфа-волны, которые находятся между бета- и тета-волнами, называются расслабленным вниманием. Это состояние, когда вы мысленно сосредотачиваетесь и работаете над собой. Это такое полугипнотическое состояние, будто вы медитируете. Это состояние высокой производительности вашего мозга. К примеру, вы когда-нибудь говорили с человеком, который залип в телевизор или в смартфон, и так увлечен процессом, что вообще вас не слышат. Он будто под гипнозом, да? Так вот, его мозг работает на альфа-волнах. Он очень сосредоточен и вовсю поглощает информацию. Ваш смартфон запускает в вас альфа-волны. Ваш внутренний критик отключается, и вы просто поглощаете информацию, даже не фильтруя ее. Мы с моей командой тоже переключаем людей на альфа-волны, но делаем это с пользой, чтобы они лучше изучали иностранные языки. Мы запускаем так называемое состояние расслабленного внимания, чтобы можно было воспринимать информацию напрямую. Вообще это работает с любым видом информации. Так вот, к чему я веду. Вы просыпаетесь утром, у вас состояние альфа-волн, состояние, когда вы очень подвержены поглощению информации. И первым делом вы берете телефон и программируете свой мозг отвлекаться на всякий мозг. На сообщения, уведомления, лайки, комментарии, почту, и все в этом духе. Только вы заглянули в телефон, так всем от вас что-то нужно. Мой друг однажды сказал, что входящее — это не что иное, как система чужой диктатуры. Ну, разве это не так? Если вы хотите сами строить свою жизнь, если хотите контролировать ситуацию, если хотите быть победителем, так зачем вам в первую очередь отвлекаться на все это? Вам не нужно быть реактивным, вам нужно стать проактивным. Что делаю я? У меня есть три задачи на каждый день. Три в личной жизни и три в профессиональной деятельности. И это все. Когда я смотрю на свой список дел, то вижу только самое важное, что больше всего приблизит меня к моей цели. Перестаньте отвлекаться на бесполезные вещи. Отучите себя от этого. Когда мозг засорен, фокуса нет. В голове создается тяжесть, пелена и туман. Ты как будто в вате, в энергетической паутине. Вроде бы энергия есть, ты ее ощущаешь, но она рассеивается в разные стороны, не приводя в итоге к действиям. Будьте проактивны. Способность контролировать внешние раздражители и не отвлекаться на них и есть проактивность. Быть проактивным человеком означает, что человек осознал, что для него действительно важно, а не срочно и интересно. Проактивный человек действует в соответствии со своими жизненными принципами, независимо от условий и обстоятельств. Способность подчинить импульсивную реакцию своим ценностям составляет сущность проактивной личности. Запомните, внешние раздражители не должны разрушать цельность вашей личности и управлять вами. Редактор субтитров А.Семкин